Балет тщетный я очень люблю, потому что это, наверное, первый наш с Настей балет, в котором мы вышли в премьере, и я вот только с Настей танцую, в принципе. В каждой партии я какой-то кусочек себя нахожу в ней, может быть, какие-то черты характера, которые я использую и в этих образах, в создании их. И все, что я танцую, это как мои маленькие дети, кусочки у меня, и, конечно, они у меня все любимые. Стой! Я бы два шутки взял. Нет, она хорошо сделает три. В этом балете очень много таких смешных моментов, интересных мизансцен, именно пантемиологических, нетанцевальных. И она очень хулиганистая девочка, такая задорная. И, видимо, в детстве я была очень спокойным и стеснительным ребенком, и теперь, наконец-то, я могу оторваться и похулиганить на сцене вообще сколько угодно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ребята, наше поздравление. Мы смотрели с Андрисом на вас за кулисами и улыбались. А вы с постановки танцуете этот спектакль? Да, с премьеры. Как могли бы характеризовать вашу героиню? Ой, это замечательная молодая девушка. Капризная, веселая, влюбленная. АПЛОДИСМЕНТЫ Виктор, а вы свой образ? Очень любит Лизу, самовлюбленный и немного нахальный. Мне нравится, что вы делаете одно движение, которое вы никогда не делаете в танце. Вот это, в амниканском. Друзья, мы слышали, что у вас там присутствуют еще животные на сцене, да? Пони. Он хорошо ведет себя, не мешает танцевать, нет? Нет, они прекрасно ведут себя на сцене, мы кормим их всякими вкусняшками. Я про пони. Ребята, а это была тяжелая работа? Ну, мы репетировали с Михаилом Григорьевичем и СРРом, и к нам приезжали специальные репетиторы. Честно, было очень сложно, потому что я сначала, у меня с вращением не было проблем, но с шестой позиции очень было сложно взять. И очень долго привыкал к этому. У нас еще в театре пакат небольшой, то есть вообще... У вас в театре большой пакат, у вас самый большой пакат. Но сейчас, на самом деле, Михаил Григорьевич говорит, животик наверх, всегда животик наверх, и нормально, более-менее. А теперь давайте узнаем, что думает наша жюри. Евгения, можно начать с вас? Этот номер меня убедил на все 100%, и мне очень понравилась Анастасия. Мне понравилось, что такой, казалось бы, не совсем ее амплуа, потому что такие лебединые линии, такие утонченные черты. И вот кокетливая, беспечная Лиза. Но тем интереснее было смотреть. Спасибо. Мне очень понравился Виктор. То же самое. Принц, стопроцентный. И вот он, крестьянские юноши. И так убедительно, так легко, с такой харизмой. Все технические сложности были выполнены просто великолепно, чисто, без единых помарок. Я в полном восторге и отдаю свой голос. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Женя. Мадам Лефевр, мы хотим услышать ваше мнение. Мне очень понравилось исполнение. Я смотрела с большим удовольствием. Но, тем не менее, есть некоторые замечания. Я уверена, ваши педагоги их вам тоже делали. Они касаются в основном вашей музыкальности. Вы знаете, там с самого начала музыка прерывается достаточно синкопированно. Такие сюрпризики разбросаны по всей вариации. И мне кажется, что в вашем исполнении они немножко пропали. Может быть, это из-за какого-то волнения или чего-то еще. Но я была немного разочарована. Виктор исполнил такого очаровательного колена. Это его роль, правда. Вы это сделали хорошо. И мне кажется, ваша партнерша вам позволила сделать это. В общем, я в смятении. Если мы говорим именно о стиле балета, тщетная предосторожность, я бы сказала нет. Но если мы говорим о качествах этой пары, я должна сказать да. Я отдаю вам свой голос. Спасибо. Господин Сяо. У Анастасии не хватало такого христианского кокетства. У Виктора не хватало азарства. Но они сделали все технически. И, конечно, все-таки получился дуэт. И все-таки у них было прекрасное общение между друг другом. Мне хотелось бы пожелать им еще больше игры. Игры на сцене между собой. Они любят друг друга. Но они такие оба славливые такие, понимаете. Но все равно я даю им да. Спасибо. Дорогой Фарук, как ты оцениваешь эту пару? Как важно и насколько важно для артиста момент перевоплощения. Мы видели Лебединое озеро, Жизель. Сегодня тщетная предосторожность маэстро Аштона. Сложнейшие вариации, сложнейшая хореография. Но они исполнили ее легко, играючи, блестячи. И единственное сожаление, которое у меня было сегодня, единственное, что это очень быстро закончилось. Поэтому свой голос я отдаю. Спасибо. Спасибо, Пару. Пара из Михайловского театра Анастасия Соболева и Виктор Лебедев получает 4 голоса. И мы этому очень рады. Спасибо. Большое спасибо.